Банк Центр Кредит, я заявляю это с полной ответственностью, оставил нас ни с чем. Он обманул нас бессовестно. Он за копейки продал, в пять раз дешевле продал нашу недвижимость по заочным решениям, не уведомляя нас об этом. Ребята, всем привет. В общем, сейчас Банк Центр Кредит пытается оправдаться перед общественностью, мол, они действовали в рамках закона. И что интересно, они даже упрекают Игоря и его семью в том, что они же могли противостоять решения, то есть результаты электронных торгов, когда реализовывалось их неимущество, или там судебные акты. Ну и здесь можно ответить, они же не юристы, они же не банковские клетки, чтобы разбираться во всех этих тонкостях. Они просто поверили, ну, чисто в человеческие отношения, то, что им, видимо, пообещали там в банке. Да, они заложили свое имущество, жилой дом и нежилые помещения коммерческие. Но вот эта первая его недвижимость, которую они заложили, ее же оценили вот это в 184 миллиона тенге. И, в принципе, если бы по этой стоимости это имущество было реализовано, они бы погасили бы все долги, даже остались бы в плюсе, и все, и все это бы закончилось нормально. Но нет, почему-то это имущество ушло за полцены через электронные торги. Да, очень тяжело, конечно, говорить после того, что случилось. Этого могло бы не случиться, я с полной ответственностью заявляю. Вчера мы несколько раз вызывали Гуран, вызывали дежурного прокурора, дежурный прокурор так и не приехал. В течение двух часов. Знаете, уважаемые казахстанцы, мы не защищены законом. Ну а потом, когда в результате они остались еще и должны при этом, банк обратил все это через оставшееся имущество, чтобы они это вернули, погасили долг через оставшееся имущество, я имею в виду, которое было в залоге, вот этот частный дом с землей. И в результате продали все тоже через торги. Да, наш президент, он гарант Конституции. Я ему постоянно пишу письма, я пишу Верховный суд. И пока все эти ответы приходят здесь на местах, решается все совершенно по-другому. Совершенно незаконно решается. И даже в судах присутствует огромная коррупция. Я не знаю, что завтра будет со мной, но мне терять нечего. Ну и все, семья осталась без всего этого. Ну и каково, конечно, разочарование людей, вот этого человека, Игоря, когда они бились и пытались там так или иначе как-то все это по мере возможности, по мере своих знаний как-то найти какую-то справедливость. Но в результате этого не произошло. И в одно прекрасное время пришли судоисполнители, полицейские, и вот произошла трагедия. Я ни в коем случае, конечно, не оправдываю Игоря, но так или иначе, вы извините, система у нас работает хреново. И она позволяет, когда вот такое происходит. Я бы сказал, что система убивает. Вот здесь Казахстан просто, там кто-то говорит, что Казахстан разваливается в результате внешних воздействий. Да нет, это мы сами изнутри разваливаемся, все валится. Вот хотя бы на таких примерах. И таких, как Игорь, в Казахстане очень много, которые, ну, тоже бились и разочаровались. И если что-то произойдет, придут к ним, они могут тоже так же ответить. К сожалению, вот такая ситуация в Казахстане. Наклина она до предела, как красная сковородка. Что делать? Вот надо решать. Кто не знает, Игорь со своей, я так понял, супругой взяли кредит в банке в 2011 году. Вот, они выступили с залогодателями перед фирмами, которые взяли кредит в размере, по-моему, более 100 миллионов тенге. Но эти фирмы не расплатили свое время. И теперь они же залогодатели. Банк обратил возврат этих долгов через их имущество, которое они заложили. И вот это все оттуда и понеслось, как бы. Тут вся загвоздка в том, что реализовали их первое имущество, которое оценили в 184 миллиона тенге за полцены. Как это могло произойти? Это вы представляете, и ваша квартира стоит, например, рыночная цена, да? Например, 5 миллионов, да? 5 миллионов тенге вашей квартиры. Вы знаете, что вы ее продадите за эти деньги. И вдруг вашу квартиру продают за 2,5 миллиона тенге. Ну, вы же возмутитесь этому, конечно. Ну, вот здесь, видимо, так и произошло. Ну, они хотели этими деньгами как раз погасить. И гасили через судоисполнителей, через принудительное решение суда. Гасили эту задолженность перед банком. Хотя вот там банковские клерки утверждают, сейчас они пресс-релиз выпустили, что у них, у Игоря была возможность самим самостоятельно реализовать свое имущество. То есть продать. И тогда вот эти деньги пошли бы на оплату долга банка, перед банком. Но тут вопрос, а как они могли это сделать, если оно было уже в залоге, как бы. Оно заложено. Ну, само по себе невозможно, мне кажется, эту операцию провести. Все, кто сталкивался с этим, мне кажется, со мной согласятся. Моего мужа довели до отчаяния судебные исполнители. Он угрожал всегда, по телефону звонил, что беспристрастно выселить наших детей, хотя в отношении несовершеннолетних детей не было никакого выселения. И сама бумага, вот это решение суда о выселении, она в данный момент оспаривалась. И все прекрасно об этом знали. Да, пострадали люди. Я приношу, конечно, огромное соболезнование семьям. Это тяжело мне говорить. Да, мой муж совершил ошибку, но судебный исполнитель его на это толкнул намеренно. Есть доказательства все. Мы ходатайствовали о детях, что есть несовершеннолетние дети. Что, пожалуйста, обратите внимание в отношении детей, что единственное жилье забирают. Вчера, видимо, все вышло из-под контроля. Я находилась дома в это время с детьми, с престарелой матерью. Вызывали скорую. Как все произошло, я не знаю. Я не видела это. Я слышала только выстрел. Да, тяжело это все переварить, если честно. Конечно, у Игоря судьба поломана. И я бы сказал, тяжело, конечно. Сегодня состоялись похороны полицейских, которые погибли. Мои соболезнования. Сколько еще таких ситуаций может возникнуть в Казахстане, я даже не знаю. Дай бог, чтобы это было единичным случаем. Вот как-то так. Ну, что-то я сомневаюсь. В общем, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать на данную тему. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok